Добрый день дорогие зрители канала Садоумир. Представляю вам основателя компании Сиде. Кто еще не знает Сергей Владимирович Дубин. Сегодня мы в гостях в теплице посленовой группе. В частности пришли любоваться баклажанами. Огурцы, томаты мы уже обладили. Все это вы увидите в наших следующих выпусках. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня, Сергей Владимирович, хотим показать, что же у вас выросло на демонстрационной площадке. Может быть из тех позиций, которые наши зрители уже знают по нашим посадкам. Вот хотелось в частности обратить внимание на эти чудесные баклажаны, которые вот там рядышком с вами. Давайте заглянем чуть ниже. Просто не могу пройти мимо этих здоровых кустов без признаков поведения, без пятен. И какие плоды. Это прекрасный сорт, который имеет интересное название для шашлыка. Посмотрите. Аппетитно. Они хорошо то, что они хорошо очень на шомбур насаживаются. Режем кусочками. Да, вот одновременно много уже плодов сняли, но, тем не менее, раз, два, три, четыре, пять, шесть баклажанов сейчас висят. Очень удобная форма, которая прекрасно подходит для того, чтобы делать и на шашлык, и на мангале жарить. Можно делать овощные миксы, например. Шикарно. Миксы, да. Хорошо нарезку делать, консервировать, потому что он не толстый, он очень такой темный цвет, и поэтому кольцами очень хорошо консервировать. Глянцевый, красивый, аппетитный. Мы вот уже с наших посадок снимали часть баклажанчиков. У них очень, знаете, аппетитная кожа, которая при запекании дает пикантный вкус самому баклажану. Белоснежная такая мякоть с кремовым небольшим оттенком. И очень мелкая-мелкая семечка. Если вы вдруг, датчик выходного дня, приезжаете от выходных до выходных и снимаете очень крупный баклажан, не беда. На вкусовых свойствах его никак это не скажется. Будете получать удовольствие в полном мере вот от этого красавца. Напоминаю, называется он для шашлыка. И у нас еще есть для барбекю, который тоже идеально подходит для барбекю. Для шашлыка, для барбекю. Это специально как бы диетический шашлычок. Диетическое барбекю. То есть кто-то ест мясо, порой жирное мясо. А вот баклажан на шомпоре – это прекрасное диетическое блюдо. В отличие от баклажана на сковородке. Ведь все знают, что баклажан впитывает очень много масла, как губка буквально. И поэтому уже диетическим сложно назвать баклажан, который на сковородке приготовлен. А вот на шомпоре совсем другое дело. А если его еще переслоить немножечко с томатиком, перчиком, да с цукинием, пальчики оближешь. Сергей Владимирович, многие из наших зрителей отлично уже знают, распробовали и полюбили баклажан белоплодный. Называется вкус грибов. Действительно, вот такой нюанс вкусовой у этого баклажана присутствует. Но я и нашла еще одного блондина на вашей грядке. Называется. Давайте смотреть вместе. Белая ночь. Смотрите, какой шикарный. Действительно, он шикарный. Смотрите, какая урожайность. Вот буквально в самом низу, а ведь мы срывали сейчас на День поля много экземпляров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть баклажанчиков уже наверху. И вот все белые сорта, они чрезвычайно вкусные. Их вот, они имеют как бы вкус грибов. Если его нарезать на сковородку, пожарить, ну, просто изумительно. Очень и красивые баклажаны на грядке хорошо смотрятся. И очень вкусный. И белая ночь, и вкус грибов, они вот такие у нас. Белого цвета и очень-очень вкусные. Со вкусом грибов. Дорогие друзья, мы прошли по центральной аллее именно этого участка с баклажанами. И увидели вот такого красавца. Называется Маркиз. Истинно такое, знаете, дворянское у него название. Вид статный, хорошо облиственный. Ярко-зеленые листва, крупные, блестящие, завлекательные плоды. И самое главное, вот мы вчера имели честь продегустировать на Дне поля этого красавца. Даже при вот таком серьезном размере плода, он необычайно мягкий. Семечка едва различимая. То есть, если нужно вам приготовить сразу большое количество продукта, не возяясь с большим количеством плодов, например, вышли в огород, собрали 2-3 маркиза с куста и заготовили икры вкусной, заморской, баклажанной, с добавлением там уже любых ингредиентов, которые вы любите добавить по вкусу. Сергей Владимирович, вот маркиз. Вот мы вчера его дегустировали. Я гляжу, да, знатно его уже пощипали, но некоторые красавцы еще висят. Все гости по достоинству его вчера оценили. Вот я понимаю, что вы любите все свои, скажем так, сорта, гибриды. Есть вот какой-то любимчик, вот крой маркизы из крупноплодных сортов, которые вы порекомендовали бы людям, садоводам, огородникам, которые любят вращать действительно крупноплодные баклажаны. Вот я выращивала буржуй, достойнейший баклажан. Да, буржуй круглый. И он именно хорош тем, что можно прямо в нем делать, используя его как емкость. Дорогие зрители, конечно же, в одном выпуске нельзя показать всю эту феерию баклажанового урожая на сортоиспытательной площадке компании Сидек. Да мы не ставили, честно говоря, такую цель, потому что выпуск иначе будет просто многосерийный художественный фильм. Я от себя хочу заметить, что все баклажаны, которые мы сегодня вам представили в выпуске, вы с достоинством можете оценить, вырастив на своих собственных участках. В каталоге позиций очень много у производителя, поэтому на следующий год спланируйте посадки таким образом, чтобы каждому члену семьи, близкому человеку угодить в полной мере. Ведь шашлыка, баклажана в сезон будет много. А Сергей Владимирович пожелает нашим зрителям, что самое главное? Желаю всем огородникам диковинного урожая и крепкого здоровья!